Это программа «Омск. Здесь». Мы продолжаем. 21 мая в Омске пройдет очередной полумарафон. Желающих преодолеть эту дистанцию, 21 километр и 100 метров, немало. Но многие с нее сходят, так и не добравшись до финиша. И это еще в лучшем случае. Некоторым, оказывается, нужна помощь медиков. Мой коллега Данила Выжевский выяснил, как правильно подготовиться к марафону, какую диету нужно соблюдать, какие кроссовки помогут на трассе. Говорит, на следующий год будет готов сам выйти на дистанцию. Если вы решили участвовать в полумарафоне, то первым делом нужно пройти медкомиссию и получить одобрение врачей. Осилить дистанцию в 21 километр и 100 метров здоровье позволит не каждому. Если доктора дали добро, подготовку следует начинать не только с пробежек, но и с соблюдения диеты. Исключать любимые продукты из рациона не стоит. А вот есть больше овощей, овсянки, гречки, бобовых, риса и куриной грудки обязательно. За три дня до старта желательно увеличить объем и чистоту, может быть, приема вот этой углеводной пищи. Поскольку один грамм гликогена у нас задерживает три грамма воды. И тем самым мы как бы можем про запас накопить воду. Завтрак перед стартом должен состоять преимущественно из тех же углеводов. Но чашка кофе для бодрости не повредит. Мясо лучше не есть. Есть нужно и на дистанции. Можно использовать специальные углеводные гели. И каждые пять километров следует выпивать около стакана жидкости. Важно правильно подобрать обувь. Пара самых дешевых подходящих кроссовок обойдется в две тысячи рублей. Является самым доступным в цене и в то же время является тренировочным, подходящим для зала, для базового бега, для пробежек, для каких-либо. То есть для общетренировочного процесса. Есть модели поинтереснее. Эти модели идут с гелевыми проставками, с поддержкой стопы. То есть у Асикса есть модели для разных, скажем так, для разной структуры людей. То есть для людей с разной пронацией ног. Что это значит? Пронация. Пронация это то, как ты ставишь стопу. Марафон лучше бежать в облегающей одежде из полиэстера. Он хорошо отводит влагу, но в то же время не дает телу переохлаждаться. И еще отлично тянется. И вот мы проконсультировались с врачом, купили экипировку, приступаем к практике. Но не стоит думать, что технику бега можно освоить за одну или две тренировки. На это может уйти ни неделя, ни месяц, и даже ни год. А тысячи пройденных километров вовсе не обещают победу в марафоне. Данил, смотри, вот сейчас две пробежки сделал. В принципе, бег достаточно легкий, сил хватает. Понятно, что с выносливостью, да, возможно, будет тяжеловато. Это уже потом. Что касается техники, стопу ставят достаточно правильно. Немножко нужно будет обратить внимание на ее разворот. То есть во время бега стопа ставится параллельно друг к другу. Соответственно, у тебя несколько носок был в сторону. И по движению рук. У нас есть средняя линия туловища. Ты во время бега несколько ее пересекал. Пока силы есть, это, в принципе, комфортно. То есть не замечается. Когда будет утомление, может произойти что? Вот эти вот колебания будут более сильно раскачивать твое туловище. Соответственно, ты уже будешь энергию тратить не на продвижение вперед, а еще на боковые колебания. Если не соблюдать эти простые требования, мышцы может свести. Невозможно дальше продолжать бег и ствилу ногу. Первое, конечно, самый оптимальный вариант – обратиться к врачу. На трассе располагается большое количество волонтеров, либо службы, которые обеспечивают. И, соответственно, они могут очень быстро доставить вас к врачу, либо медицинская помощь подъедет и откажет вам, соответственно, какие-то реализационные процедуры. Также эксперты советуют купить пульсометр. Ведь если ваш пульс начинает резко возрастать и уходит за отметку в 170 ударов, нужно снизить темп. Возможно, перейти на ходьбу. А если вы почувствовали недомогание, то лучше сразу сойти с дистанции. Данила Вжевский, Евгений Слепов, Сергей Степанишин и Павел Ходынский. Омск здесь.